Если вы в первый раз в Беларуси приехали за подвоями клоновыми яблони, то мы хотим вам показать, как это правильно сделать, как их выбрать, и не допустить тех ошибок, которые мы делали при покупке за границей подвоев, в том числе у поляков, в основном у поляков. Раньше у многих правильного понятия не было, как купить подвои. Брали то, что было. И в основном поляк нам предлагал вот такой вот толщины подвой, вот такой толщины, где-то 3-4 миллиметра, и там вообще отсутствовали корни. И мы закладывали себе питомники, окулировали, и у нас получались не очень качественные яблони. Либо предлагали в покупке вот такие певерщины. Их можно использовать в питомнике, но они годны, самое оптимальное для закладки маточников. Вот если вы хотите посадить маточники, вам нужно брать вот такие подвои пушистые, они идеально подходят. Такого качества подвои 3 миллиметра вообще нет смысла покупать. Вроде бы вы платите в 2-3 раза дешевле, но потом такого количества подвоев маточники вы не получите. Если вы посадите это в первое поле питомника для окулировки, то вряд ли дойдет этот подвой. Вот это номер 57545. Например, М26, М106, они могут дойти под окулировку, но толщина их будет все равно желать лучше. Поэтому вот такого качества подвои они только, скорее всего, нужны только выкидывать на мусорку. Они... не стоит их садить. В таком качестве уже где-то от 0,4 миллиметров 57545 тоже садить нежелательно. Если же это зеленолистные подвои, то, в принципе, такой толщины можно садить. Но при наличии идеальной вот такой корневой системы. 6-5 ярусов. Лучше всего для окулировки, для посадки в питомник, это такое качество подвоев. Хорошо развитой корневой системой. И толщина его должна быть где-то в пределах 0,8 сантиметра, до сантиметра. Вот это в таком качестве и 57545, и 54118. И любой из суперкарликов М106, М26 у вас дойдет до окулировки. Ему даже доходить не надо. Ваша задача только удержать паршу и, как говорится, подготовить к окулировке подвой. То есть тут его не надо ни удобрения много давать, ничего. Он же, в принципе, готов. Его хоть уже окулируй, у него толщина есть. Вот такого же, допустим, такой толщины вы вложите сил. Она на глаз сложно определить. Вроде бы так ничего, когда в пучке. Но когда есть сравнение, то посмотрите, насколько вероятность, насколько качество лучше у этой сортировки. Такого же качества можно тоже садить под окулировку. Некоторые садят, и даже мы иногда садим. Но это самое идеальное садить на маточник. Потому что здесь много боковых побегов. И высадив такой подвой, вообще нет смысла делать плеть. Нет смысла пригибать, подвязывать. Потому что здесь такое количество почек, что у вас будет очень много подвоев при использовании вот такого типа сортировки. Нет смысла загибать, подвязывать и заниматься этой трудоемкой работой. То есть вот такой подвой, если вы берете, на маточник, супер. Если же корневая система, мы вам сейчас покажем еще брак. То, что будет продавать в небе, чем грешили поляки. Мы привозили вот что. Вот такие переростки М-26. Белорусы привозили. Мы сами лично 25 тысяч взяли. Со знаком качества первый сорт. Вот, вот такой. Оно выжило как бы. Но они уже переросшие. Их трудно будет окулировать. И корневая система у них расположена у самого основания. Это вообще браковка. Такое мы вот скидываем и выкидываем. И повторюсь. Такой толщине. Не вижу смысла тоже. Просто мы от бедности уже хватаемся вот за эти тонкие подвои. Нет смысла тратить свои силы и деньги вот на эту пустоту. Лучше приобрести хорошего качества. Вот, допустим, здесь 54-118. Посадив вот такие подвои, у вас... Вам никаких усилий не будет стоить получить хорошую качественную яблони. Если, допустим, корневая система... Вот тут вот неудачный подвой попался. Меньше, чем вот это. Даже такое я уже бы не советовал садить. Потому что это уже надо силой отдать. Для того, чтобы... А вот это вот... Либо отдельно надо отсортировать такие, высаживать в ряд где-то. Потому что посадив рядом, вот этот подвой будет угнетать соседний. Он перерастет, и яблоня рядом будет большая в ряду. А это будет... Даст маленькую яблоню. Потому что если два сильных подвоя будут сидеть вот так рядом, вот в ряду, допустим, то вот это даст нестандартную яблоню. Потому что корневая система сильнейших соседей будет угнетать это растение. Смотрите, за что платите деньги. Берите качественный посадочный материал. Желаю вам удачи. Спасибо. 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 Спасибо.